Ну а теперь, чтобы показывать наши книги в списке, давайте создадим item для нашего элемента, одного элемента из списка и уже подключимся. Мы, наверное, это сделаем в main screen, правая кнопка мышки, new, это у нас будет Kotlin class file, и назовем его, к примеру, book list item UI, к примеру, все вот так. Это у нас будет Composable функция, не класс, а функция, значит указываем, что это функция, помечаем аннотации Composable, ну и в принципе все, ну и здесь у нас пойдет column, потому что у нас элементы пойдут по вертикали друг за другом. То есть у нас будет идти сначала картинка, которая показывает обложку книги, дальше идет, допустим, название книги, дальше небольшое описание, ну и дальше цена, все. Дальше вы, конечно, можете уже много всего другого добавить, но я сделаю попроще. Итак, здесь что мы делаем? Мы будем использовать lazy vertical grid, то есть мы использовали уже с вами lazy column, lazy row для того, чтобы отображать список, а теперь мы будем использовать lazy vertical grid. Это означает, что мы сможем указать, сколько колонн у нас будет в списке, и поэтому в этих колоннах будет показано. Допустим, скажу, что будет две колонны, это значит, что у меня будут появляться элементы первый и второй, у которых будет одинаковая ширина, то есть экран будет на две части разделен. И следующие элементы в списке будут идти под ними, и потом опять под ними, под ними и так далее. Ну и сейчас вы это все увидите. Поэтому давайте выберем modifier. Все, modifier у нас будет во всю ширину. Fill max width. Вот так. Давайте пока что так оставим. Отлично. И дальше здесь у нас пойдет, ну, самая первая, это картинка. Здесь я буду использовать async image, потому что мы будем брать это из Firebase. Ну, на этом уроке мы пока что возьмем просто из ресурсов, поэтому я просто укажу, что это у нас будет r.drawable. И я для тестов... Так, давайте импортируем класс r. Alt, Enter, Import. Все. У меня есть уже для тестов, я просто добавил книжку, которая называется BookTest. Все. Просто добавляем в папку drawable какую-нибудь картинку. В моем случае это вот такая картинка. Это книга «Властелин колец», только у меня на испанском. Ну и все. Ну, это просто, чтобы вам показать, как это выглядит. А после мы, конечно, уже будем брать то, что добавляет администратор на Firebase. Итак. Все. Это добавил. В Description ничего указывать не буду, просто пустой текст. Дальше. Imageloader нас не интересует, поэтому мы просто его убираем. Вот таким вот образом все настроили. И теперь давайте настроим нашу картинку, какая она будет. Во-первых, давайте выберем с помощью modifier. Пусть занимает по ширине все, что должна занять, а по высоте мы укажем определенную высоту. Ну, чтобы она не была слишком большая. Поэтому в modifier добавляем modifier.feelmaxwidth. Все. А по высоте, как я уже сказал, это у нас будет height. Ну, не знаю. Давайте сделаем 170, что ли. Если что, мы добавим еще. Так. DP это у нас будет. И еще хочу, чтобы она была с закругленными углами. Так, давайте DP импортируем. Alt-Enter. Чтобы она была с закругленными углами, мы сделаем следующее. То есть мы укажем clip и укажем rounded corner shape, чтобы у нас закругления были, допустим, 15 DP. Все. Картинку настроили. Сразу после картинки пойдет spacer. То есть мы сделаем небольшой отступ. Для этого мы берем modifier.height. То есть по высоте этот spacer отступ будет у нас, ну, допустим, 10 DP. Вот так. Ну, и сразу после него у нас пойдет текст с заголовком. Пишем текст. Давайте пока что просто напишем the lord of the rings. Все. Все. Просто для примера. Дальше мы уже будем брать, как я уже сказал, с базы данных. И картинку, и описание, и все, что добавляет администратор для одной книги. И будем показывать все это. Так, дальше. Color. Цвет у нас будет черный у заголовка. Поэтому выбираем color.black. Отлично. И давайте его сделаем жирным шрифтом. Поэтому выбираем font-weight. И это у нас будет font-weight-bolt. Отлично. И остается нам выбрать font-size. Размер font-size. Просто напрямую спешу 20 SP. Все. Этот текст настроили. После него... Так, давайте SP импортируем. Alt-Enter. После этого текста у нас что пойдет? У нас пойдет еще один текст. Давайте его тоже настроим. Пока что скопирую. И spacer. Поэтому я скопировал и spacer, и текст. Чтобы отступ был. Все. Только теперь отступ будет здесь 5. То есть от картинки отступаем в 10. А текста... Между текстами будет 5 DP. Ну, это вы уже, конечно, сами можете настроить. Здесь напишу просто description. Все. И цвет уже будет... Давайте сделаем gray. Серый. Bolt здесь уже не будет, поэтому мы просто это убираем. Так, запятую оставляем, потому что font-size мы оставим. Здесь у нас будет font-size. Ну, не знаю. Давайте 16. Вы можете настраивать и смотреть, как лучше будет выглядеть. И последнее, это будет цена. Цену я впишу, ну, допустим, там, не знаю, 50 долларов, к примеру. Это у нас будет 50 долларов. Вот так. И цвет здесь уже будет, к примеру, blue. Все. Здесь уже будет не 16, но, в принципе, можно и 16 ставить. А можно и 20 сделать тоже цену. Давайте 18 лучше сделаем. Посмотрим, как будет смотреться. И можно, в принципе, также сделать font-weight. State-bolt, потому что цена – это важный элемент, поэтому мы его высветим таким жирным шрифтом. Ну, в принципе, все. Здесь все готово. А еще мы забыли сделать. Vising-image мы можем сделать, чтобы у нас книга, допустим, обрезалась. Чтобы она заполняла все, что должно заполнить. И для этого мы выбираем content-scale. И выбираем content-scale, как хотите. Crop, fill-bounce, inside. В общем, как вы считаете нужным. Я выберу crop. Посмотрим, как будет смотреться. Итак. В принципе, все. Теперь этот book-list-item мы можем запускать в списке. Пока что мы никакой список с Firebase не берем. Это уже сделано на следующем уроке. Сейчас я хочу настроить в main screen. Мы это будем показывать. У нас здесь есть scaffold, bottom-меню, правильно? А вот здесь должен идти сам основной контент. То есть, scaffold – это контейнер, в котором идут разные элементы. То есть, это у нас bottom-меню, top-bar и так далее. Но вот здесь идет то, что у нас покажется вот здесь. Видите? В этой пустоте. Поэтому здесь я покажу список. Так что здесь мы указываем lazy. И вот у нас есть lazy vertical grid. Здесь нужно указать, видите, columns. Это у нас класс grid cells. Поэтому давайте здесь укажем grid cells. Не знаю, правильно я произношу или нет, но без разницы. И здесь, так, не то указала точка. Указываем fix it, что у нас будет всегда одно и то же. И сколько у нас будет колонн? Я указываю две. Потому что у меня будет идти одна книга вторая, под ними одна вторая, под ними одна вторая и так далее. То есть, будут идти по рядам и у нас будет всего две колонны. Здесь вы можете настроить столько, сколько хотите. Но тогда, чем больше вы число здесь укажете, тем меньше будут ваши items. И хочу, чтобы их было видно хорошо, поэтому укажу только два. Все. А дальше, как и раньше, мы делали items. Только в данном случае нужно сюда передавать список, а я просто укажу число. Пока что, допустим, 10 элементов будет. Все. И здесь я просто нарисую 10 book list item UI элементов. Все. Итак, теперь мы можем просто-напросто запускать и смотреть, что у нас получилось. Ну и, в принципе, на этом урок будет закончен. Видите, сегодня у нас урок такой простенький, чтобы все вместе не смешивать. На следующем уроке мы уже будем сюда подключать реальный список. И у нас уже, конечно, книги будут разные. Пока что у нас будет одна и та же книга. Все, что мы сделали, одинаково отображаться. Запускаем. Бум. Все. Так, у меня почему-то вот это открывается опять по умолчанию. Это нужно исправить. Все. Вот видите, вот здесь теперь нужно устраивать. Не очень красиво получилось. Нам нужно сделать так, чтобы у нас отступы были слева-справа у картинки. А то как-то некрасиво получается. Ну, дальше уже настраиваем и все. Для этого просто-напросто мы можем зайти в наш book list item и у column, в котором идут все элементы. У нас выбран fill max width. И еще можем выбрать padding. Padding пусть будет примерно у нас 16 dp. И давайте посмотрим, что у нас уже получилось. Запускаем. Видите, как легко и просто можно все настроить. Так, запускаем. Так, все. Но здесь 150 мне не нравится. И мне не нравится, что здесь вот таким квадратиком идет. Я хочу, чтобы не квадратик был. Здесь, в принципе, уже все меня устраивает. Единственное, что эта картинка меня не устраивает. Для этого давайте выберем побольше. 200, к примеру. Или даже 250 давайте ставим, чтобы она такая длинная была. Если вас устраивает квадрат, то оставляйте так, как есть. А если нет, то делайте, как я. Итак, запускаем. Заходим. Сигн-ин. Ну да, вот так меня уже устраивает. Совсем другое дело. В принципе, здесь больше ничего настраивать не нужно. В дальнейшем, когда мы будем добавлять избранные, можно будет сюда добавить еще такое сердечко, которое будет не отмечено. А когда мы добавляем в избранные, то будет отмечаться, к примеру. Ну, либо можно будет сделать по-другому. Ну, и здесь, конечно, должны появляться уже другие книги. И было бы неплохо еще показывать, на какой категории мы находимся. Потому что у нас же есть разные категории, правильно? Кстати, на одном из уроков мне говорили, что вот у меня опять появился прозрачный цвет. Это потому, что я, когда выбирал цвета, them, color, опять выбрал прозрачный. Это у меня dark transparent blue. Нужно было выбрать какой-нибудь, например, button color. Давайте посмотрим, он у нас прозрачный или нет. Да, тоже прозрачный, тоже не подойдет. Dark blue. Dark blue не прозрачный. Можно было бы взять button color, вот этот, к примеру, и убрать у него прозрачность. Это будет button color blue, к примеру. Все, только без прозрачности. Убираем прозрачность. Давайте посмотрим, как будет выглядеть вот это. Для этого мы идем в driver body. И здесь у нас есть цвет. Вот он, это у нас бокс, и в нем идет background button color. Давайте теперь вставим сюда button color blue, чтобы у нас был непрозрачный. Запускаем. Это зависит уже, как мы настроили сам цвет, добавили ему прозрачность или нет. Поэтому, если мы его используем, и у него есть прозрачность, то, естественно, будет прозрачный. Так, все, видите, сейчас уже непрозрачный. Ну да, я вот так вот и оставлю. В принципе, все. На этом урок подходит к концу. Если вам понравилось видео, не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Если хотите поддержать канал, то все возможные способы найдете в описании к этому видео. А также на моей веб-странице есть кнопка для донатов, если хотите поддержать канал донатом. А я с вами прощаюсь до следующего урока. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok